Когда у меня есть время, я живу в центре Кёльна почти, и у меня в первой линии, и у меня рядом набережная. И я часто выхожу, когда у меня есть свободное время, я выбегаю, просто сажусь там на набережной, и там почитать Писание, помолиться. И вот один из таких дней я сел, открыл Писание. Писание, это книга Аввакума, 2 глава, 1 и 2 стих. На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. Вы ничего не замечаете вот странного в этом, как-то нелогичного в этом? В разных переводах, там по-разному это звучит. Например, здесь говорится, что он ответит. Что он ответит по жалобе моей. А в некоторых переводах, ну, вот я в «Малых пророков» читал там, там сказано, что он ответит на назидание моё. Второе то, что мне бросилось в глаза. Он встал на башне для чего? Для того, чтобы наблюдать. Наблюдать, чтобы услышать. То есть, как бы, ну, нелогично, да, чтобы узнать, что скажет. То есть, вроде бы, должен слышать. Услышать, но не наблюдать. И меня вот, я просто завис на этом месте Писания. Этот пророк, вообще Аввакум, это один из «Малых пророков». О нём вообще ничего не сказано. О нём информации почти нету вообще. То есть, вот если есть пророки, которые были из князей, там, большие пророки, да, они были из знатных родов, как бы. Ну, а этот, вот, неизвестно даже, в каком точно времени он служил. То есть, его относят где-то к 625-608 год до нашей эры. Это начиная, где Иосия делал реформы большие, как бы, производил, и уже потом до Вавилонского пленения. И он предсказывал, вот это, ну, первая глава вообще, он там предсказывает, он изливает, он как бы вопрошает Бога, он взывает, почему так, почему, то есть, зачем ты даёшь мне это видеть вообще? Халдеи, которые намного грешнее этого народа, просто издеваются, захватывают земли, то есть, они, ну, упиваются кровью даже. Он в таких выражениях это, он просто, ну, там в некоторых еврейских комментариях, он, как бы, с дерзновением обращается к Богу. Он, как бы, не просто там жалуется ему, а он задаёт ему, как бы, дерзновенно такие вопросы, как бы. И, как бы, вот это слово «назидание», то есть, «после назидания моего», то есть, как бы, совсем два разных значения, вроде бы, да, «жалоба и назидание», то есть, когда я назидаю это, я говорю там со властью что-то, я имею какое-то понимание, я делюсь с этим пониманием, с народом, и, а тут он к Богу обращается с назиданием. Он говорит, закон потерял силу, нет справедливости. В других переводах правды нет. Как много из нас сейчас ищут справедливости? Правда? Вот в тех обстоятельствах люди потеряли всё, потеряли надежду, некоторые потеряли всё, над чем трудились всю жизнь. И вот он говорит, стану на башне, чтобы увидеть или буду наблюдать, что скажет. Слово «наблюдать» вообще, вот в «стронго», если вы откроете «наблюдать», это значит «стоять на возвышенности». То есть, он говорит, стану на башню и опять как бы говорит, стану на возвышенности. То есть, мне это напомнило, знаете, как Иешуа, он часто говорил, когда он хотел что-то отметить, он говорил, истинно, истинно говорю вам. То есть, обратите внимание. И что мы видим сегодня, стоя на тех местах, куда нас определил Бог? Что мы видим? Он видит бедствие, отступничество, обращается к Всевышнему Господу. Вот откройте Аввакума 1, 3 и 4 стих. «Для чего даешь мне видеть злодейство, смотреть на бедствие, грабительство, насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор?» Правда? Ну, просто про сегодняшние времена. Одни как бы ратуют за то, чтобы Украина, она обретала как бы вот свою идентичность в этих обстоятельствах. Другие просто сеют, и мы видим много предательства, много... Многие из... Ну, я думаю, что многие, и это видно, понимаете, мы перестали смотреть в будущее, мы больше смотрим на те обстоятельства, в которых находимся. Я вот вчера вышел и пошел вдоль моря, ну, и идя сюда, да, и я настолько был поглощен в своих мыслях, я выхожу вот там вот, где канатная дорога, и вот где к госпиталю, знаете, поднялся вверх, и иду по этой вот аллее, и вдруг какой-то парень говорит, «Мужчина, хорошего вам дня!» И такое мне... Вы, говорит, просто, ну, настолько у вас какой-то вид такой озабоченный, говорит, «Все будет хорошо!» Я просто был ошаражен. Я ему говорю, «Спасибо, и тебе хорошего дня!» И это редкость сейчас. Сколько людей к вам подошло и сказать, поздоровалось незнакомых, вот так вот благословило вас. Я просто аж прозрел, знаете, я как очнулся. Я вам расскажу одну историю. Это реальная история для тех, кто ищет справедливости. История начинается с того, что в Германию приезжает старый итальянец, заходит в отель. Он представился как журналист, назначил встречу и поднимается в президентский номер. А в президентском номере там остановился, ну, такой, ну, один из... Ну, как бы, владелец большой компании, он один из меценатов. И он просто расстрелял его. Спустился вниз, сел в холле, подошла к нему там с рецепшена девушка, спрашивает, с вами все в порядке? А он говорит, ну, там, я убил человека и все такое. Приехала полиция, забирают его. И вот должен состояться суд. Адвокатом ему назначают молодого человека, который вообще просто не имеет практики, он только отучился на адвоката. Ему предлагают защищать этого человека, и он соглашается. Но он соглашается, не зная то, что он будет защищать человека, который убил фактически его второго отца, неродного. То есть он вырос в этой семье. И когда родственники узнали, что он будет защищать его, они просто, ну, как ты мог? Вообще, он в тебя столько вложил, он дал тебе образование, дал тебе дорогу в жизни, ты был как родной сын для него, и ты согласился. Он говорит, я не знал, но я адвокат. Если больного привозят к врачу, он должен его лечить, правильно, да? Потому что он давал клятву. Он говорит, я адвокат, я должен это делать. Обвинителем назначают учителя, который учил его в университете, который преподавал на кафедре, это право. Я не буду долго рассказывать, но суть такова. что поднимая, то есть, ну, углубляясь все больше и больше, ему предложили просто сделку. Ну, защитнику. Ему предложили сделку, ты уговори того, чтобы он признал вину, и все, и там он отсидит какой-то срок, и не пожизненное, а там за сотрудничество, за содействие, то есть, следствию его там, ну, как бы сократят срок. И суть оказывается в том, что, поднимая документы, оказалось, что вот этот вот меценат во время войны служил офицером СС. и в Италии, в одной деревне, ну, там, короче, взорвали кафе, где отдыхали немцы, ну, где военные отдыхали, проводили время, и погибло несколько солдат. из-за того, что погибло несколько солдат, вот этот вот лейтенант приехал в деревню в эту и расстрелял 20 человек, и заставил вот этого вот человека, то есть, который, вот этого итальянца, он был тогда еще ребенком, смотреть, он его держал просто и заставлял смотреть, как расстреливают его отца. В конце концов, и по истечению времени сестра и вот этот вот он с сестрой, вот, итальянец, подали иск уже позже, там, в 60-х годах, и в 68-м году принимают закон о том, что по истечению времени, то есть, аннулируется, то есть, этих преступников военных, да, то есть, и многие военные преступники избежали наказаний, в том числе и вот этот вот меценат и обвинитель, который вот был на суде, он был одним из тех, кто принимал этот закон в коллегии. и этот адвокат просто на суде задает, такого суда вы ищете? И тот говорит, нет. Суд удаляется, как бы отлаживается на следующий день решения. Этот итальянец ночью совершил суицид, потому что у него не осталось вообще ни семьи, никого. И, по сути дела, суд не смог ни оправдать его, то есть, он не принял никакого вообще решения. И вот эта история, она наглядно показывает, какой справедливости мы ищем. И мы похожи, вот ища вот такой справедливости и правды, мы ходим, и мы больше смотрим на те обстоятельства, в которых мы находимся, нежели взираем как бы на Бога и видим то, что для нас Он приготовил. И вот Аввакум, когда плачется и видит это, он не видит того, что Бог будет делать. И потом Бог говорит Аввакуму во второй главе, по-моему, третий и четвертый стих, ну, или со второго до по четвертый стих, не-не-не-не, во второй главе. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. То есть доступным языком. Он берет ничего не значимого пророка, который вышел вообще вот из народа. и он говорит, скажи и напиши так просто, чтобы читающий мог понять это. И вы знаете, как бы, вот мы иногда напоминаем вот того слепого, которого привели к Ешуа. Это Марка 8 глава. Откройте. Это 22-25 стих. Приходят в Евсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Дальше. Он взглянул и сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Дальше. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. вот так неужели нам надо, чтобы нас выводили за стан и плевали нам в глаза, чтобы мы начали поднять свою голову от земли и смотреть в будущее то, что для нас приготовил Бог, не забывая те обетования, не забывая силу его закона, силу его слова. И вот то, что Бог ему показывает уже Аввакуму во второй главе, он ему говорит, я это сделал специально, как бы, но вы даже не представляете, что я буду делать через эти обстоятельства. А не для того, чтобы явилась слава Божия, для того, чтобы народ обрел надежду, очистился, приблизился к Богу, он приближет, явить милость над этим, над близить его к себе. И тогда в третьей главе Аввакум это уже не стинание и не просто слышание. Третья глава, как она начинается, откройте. Не, нет, третья глава, с первого стиха. там говорится, что это начальнику хора, это песня. И в этой главе он просто прославляет, то есть славит Бога. молитва Аввакума пророка для пения. То есть мне вообще вот Бог очень много через малых пророков говорил, наверное, потому что я больших, у меня терпения не хватало читать, как бы. Агея, там две главы всего, Сафония, там три главы, здесь вот в Аввакума тоже три главы всего. Аввакума 2, 2 глава, 2-й, 4-й стих. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. И далее, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. И вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет. А праведный верою жив будет. Книга эта учит нас, что человек живет верой. Вера, ну, это как средство нашего доверия Богу, так, чтобы не случилось, в каких бы обстоятельствах вы не оказались, вы должны, ну, не должны сомневаться в будущем. У Божьего народа есть надежда. Не только даже в этих обстоятельствах. У них была надежда просто, что Бог избавит их, а у нас есть более того. Мы им обетование, имеем обетование вечной жизни. И нам есть на что надеяться, дорогие, нам есть на что надеяться. И пути к этому могут быть длинными, долгими, и но праведный верою жив будет. И это много раз подтверждается вот в Галатах 3.11, евреях, евреям, послание евреям 10.38. И что в конце говорит Аввакум? Вот с 17 по 19 стих 3 глава. Хотя бы не расцвела смокомница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Бог, Господь Бог, сила моя, Он говорит, Он сделает ноги мои, как у оленя, на высоты мои возведет меня, начальнику хора. Вот в принципе то, о чем я хотела сказать. они в хотели вернуть, , они они не они в